здравствуйте дорогие подписчики значит группы нет побором я решила записать вот это видео после значит нашей дискуссии с таким замечательным депутатом города липецка андреем федорович трофименков значит когда данный человек начал излагать что он значит борется то есть он против сбора денежных средств родителей за охрану да то есть мы естественно вышли на его пост вконтакте который он разместил на своей стене значит и там он выложил всю свою борьбу значит движение в общем так активно он борется значит прочитав все его документы которые он там выкладывал мы решили развеять то заблуждение или скажем ту информацию которую вот он прям выдает за свое за свою информацию значит в общем ну резюмировать вам но у меня уже однако впечатление сложилось потому что когда я начала ему задавать вопросы внизу под его постом на тему охраны он снес мои значит вопросы снес вопросы филиной снес вопросы значит наши киваевы это администраторы группы да и всех забанил все мы задали ему неудобные вопросы значит в чем там ситуация значит в общем человек очень активно продвигает вопрос чопов то есть тем более сейчас ну на ситуации с керчью да то есть многие ловят хайпа я считаю что человек ловит хайпа и я объясню почему значит в чем ситуация там у него происходит значит он транслирует в эфир о том что значит денег выделяется недостаточно значит вопрос по основанию по вопросу значит не даст по мнению заключения непосредственно вот андрея федоровича недостаточно да то есть он какая экспертная комиссия в какой состав экспертной комиссии он входил что значит решили что это недостаточно значит он прикрепляет там письмо который получил одиннадцатого я скажу в апреле 2018 года где департамент образования ему ответил что в бюджете города на 2018 год предусмотрены средства и направлены на охрану образовательных учреждений в размере то есть обслуживание тревожной кнопки такая-то сумма можете у него все посмотреть охранной сигнализации по оперативному прибытию группы быстрого реагирования обслуживание систем видеонаблюдения содержание значит должности сторож только-то единиц такая-то сумма и оснащение системами контроля и доступа в здании то есть значит вообще как вот бюджет для тех кто не немножко далек от этой темы значит объясню то есть в конце года ноябрь декабрь то тут декабре в конце уже идут сессии депутатов горсовета облсовета и так далее они то и ждает этот бюджет то есть пирог грубо говоря распилен до пирог то есть все сферы значит поделены да то есть национальная безопасность это дороги как правило образование как правило по анализу многих многих наших ситуаций мы смотрим это порядка 59 60 процентов то есть ежегодно отчисляется но на на систему образования вот и дальше там другие значит эти соответственно то есть бюджет утвердили и тут значит вот этот андрей федорович поднимает руку и говорить а я считаю что это недостаточно что надо больше денег выделить значит именно на чопы вот ну ребят понимаете вот мы все не в маразме да то есть он ссылается на постановление правительство 1235 значит я вам скажу что это за постановление правительства 1235 можете его прогуглить и посмотреть значит там идет там нет ни одного слова я вам так скажу ни одного слова о том что значит охрана и жизнь жизни здоровья ваших детей то есть там вот это постановление сейчас я его гуглю значит об утверждении требований к антитеррористической защищенности. 12.35. Можете открыть либо в гарантии, либо в консультанте. Там просто последние изменения, как правило. Значит, что это такое? То есть, там идут в основном, как бы, все описано, но на систему охраны зданий. Школы. Вот. То есть, и там нет ни одного слова, что, значит, охранять будем жизнь, интересы и здоровье ваших детей. Понимаете, в чем дело? То есть, ни одного слова, вы можете спокойно это все погуглить, он на это нажимает. Но, извините, пожалуйста, охрана жизни и здоровье ваших детей, это одна статья, а охрана зданий, это другая статья. И действительно, выделенные средства в виде, там, тревожной кнопки, да, в виде, там, вахтера, в виде, там, камер наблюдения и, значит, само проникновение в здание, вот этих средств нам с головы в каждом бюджете, каждого города это достаточно для охраны вот этого здания, да. По закону образования, значит, непосредственно за жизнь и здоровье детей несут на территории школы, несут ответственность школа, да, в лице директора, значит, в данный момент, то есть, на той, в тот момент, когда ребенок находится на территории школы, за него несет ответственность школа. Мне интересно, какие ЧОПы и куда он двигает, лоббирует вот этот ваш депутат, то есть, какие интересы, что он лоббирует. Вот, мне прям очень интересно, когда мы его спросили, какие ЧОПы он лоббирует, он не ответил, потому что прекрасно понимая о том, что вот включи вот этого, даже пусть, вот пусть, да, значит, деньги найдут в бюджете и, соответственно, этого ЧОПовца поставят, да, что он может сделать, да. Вот обычные, ну, понятно, в школу вообще, как правило, вы видите, то есть, мало кто туда идет именно из активного возраста. Проще охранять за те же деньги склад, да, или там какое-то нежилое помещение со взрослыми и так далее, но никак не детей. Что данный человек может сделать, если происходит какая-то террористическая ситуация, да, ну, даже не террор, даже проникновение туда, даже резать начнут кого-то. Я вам скажу, как бы, ничего абсолютно он сделать это не может, да. Где выход из этой ситуации, да, и, то есть, он, понимаете, он не побежит, скажем, во-первых, он не имеет права стрелять, да, в том помещении, где находятся люди, в том числе дети. Он не имеет права применять оружие. Он не имеет права применять физическую силу, скручивать руки, класть на пол, там, этих учеников, или там, кто бы там ни было, да, то есть, это угроза жизни детей. Все. Он не имеет права фактически ничего сделать, да, максимум может нажать эту тревожную кнопку, да. Максимум, если в раздевалке будет какая-то, пусть в раздевалке по физкультуре будет какая-то драка, если он увидел камеры, да, то есть, он может их прибежать и потребовать, значит, чтобы все успокоились, пытаться разнять. Но, извините, также может уборщица тряпкой, как бы, или ведром окатить этих товарищей, да, и, то есть, и все на место остановится. И, как правило, включается еще классный руководитель, да, то есть, есть вот, ну, такие меры. Я не говорю, что охранять школы не надо совсем, да, то есть, я пытаюсь объяснить людям, что в бюджете на это все деньги выделяются, да, и работы вот этого, еще раз, этого товарища, Андрея Труфименкова, нету вообще, абсолютно. То есть, он пиарится на чужой работе. Без него уже все решили, и без него уже все профинансировали, да. То есть, бюджет утвердился, ноябрь-декабрь утвердили этот бюджет, да, в апреле он получает, что на 2018 год уже средства включены, и вот, ну, ниоткуда их взять, и, соответственно, не возьмут эти деньги там, не вытащат и так далее. Поэтому Андрей Труфименков, вот, не надо пиариться на этом, вот честно, то есть, потому что, ну, не все дураки, если честно, да. Родители, я вам, вот, вам пытаюсь донести, да, то есть, что, и даже вот взять, если простой договор ЧОПа, да, вот, как он говорит, корректный, я затребую корректный договор ЧОПа. В данной ситуации, вот, он никто и звать никак, простите, пожалуйста, но оно так и есть, даже этот депутатский запрос, да, то есть, есть у ЧОПа или у школы, там, есть определенные надзорные органы, да, то есть, таким образом, он говорит, что я в частном охранном предприятии буду требовать договор на, значит, соответственно, защиту вот этих всех детей. Понимаете, в чем дело? Здесь такая заковыка непростая, то есть, ЧОП может охранять вашего ребенка, если он с вами лично заключил договор, и вы лично платите этому ЧОПу, да, но ЧОП с 800 там учеников или с 1000 учеников в школе ни с кем не заключал. Он заключает договор со школой, да, на охрану школьного имущества. Запросите этот договор, спросите, то есть, конкретно вот этот договор, но никак не ваших детей, да, и ответственность сторон, если вот почитать, мы взяли типовой договор от ЧОПа, да, я вам скажу вот так, вот там есть такие пункты. Ответственность сторон, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств определяется т, 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 в соответствии с нормами гражданского кодекса. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный заказчику по вине работников, осуществляющих охрану объекта, За ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества, за ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин, происшедших по вине работников, вставляющих охрану, за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения заказчикам обязательств, за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями и авариями в сетях коммунальных служб, за ущерб, причиненный хищением денежных товарно-материальных ценностей или их повреждением. Понимаете, когда вас требуют за охрану школы, вас вводят в заблуждение, однозначно, то есть деньги на охрану имущества муниципалитетам выделяются, потому что это их имущество и их заинтересованность охранять вот это имущество, да, но деньги на ваших детей никто не выделяет, да, это априори, сразу по закону, значит, об образовании, да, все, что происходит на территории школы, несет уголовную ответственность должностное лицо в лице директора. Вот вы уясните, пожалуйста, себе вот такой момент, да, и вот этот ваш Трофимейников, он вообще здесь ни при чем, я вот простой пример приведу, да, ну вот условно говоря, вот на площадке баба Маша, да, соответственно, хочет себе в охрану, она уезжает на летний период и хочет, чтобы ее там квартиру охранял сосед, дед Вася, да, она с ним как бы заключает устные договорные отношения, соответственно, платит ему деньги, да, на следующий день этот товарищ напивается, дверь выносит, тут, значит, появляется Андрей Трофименков и говорит, черт, я запрошу, какие он деньги и на что он получал, Андрей, вы здесь при чем, вы здесь вообще ни при чем, это их договорные отношения, и решает они все это дело согласно нашему законодательству в суде и так далее, понимаете, в чем дело? Вот, поэтому резюмирую всю, значит, составную часть, уже как бы много записала, составная часть следующая, я не говорю, что как бы не надо охрану там нанимать и так далее, возможно, нужны другие меры, как бы на предотвращение подобных ситуаций, безусловно, возможно, надо средства направить на большую там оптимизацию этих камер, то есть вот, безусловно, проводить уроки ОБЖ, они очень хорошие, проводить дополнительно, значит, какие-то уроки, как действовать, если, значит, напали, вот, ну, условно говоря, там, кто-то начал стрелять, кто-то резать ножом, кто-то рубить топором, то есть вот именно проводить какой-то ликбез, обучать детей, как, значит, себя вести в случае там возникновения пожара, но это все должно быть, это как норма должно быть, да, в случае там форс-мажорных каких-то стихийных ситуаций и так далее, куда, в какую сторону выходить, как на пол падать, значит, как закрывать там себя, как закрывать лицо, куда прятаться ребятишкам в случае, как бы, вот такой ситуации, да, значит, и, понимаете, школа ведет охрану, да, не только вот в случае там террористических моментов, да, а в случае падения там с лестничных пролетов, в случае драк, как я уже говорила, да, в случае, условно говоря, значит, каких-то еще вопиющих там ситуаций, трубу прорвало там еще, то есть все это вот, ну, фонтан там кипятка хлынул, все это должно проводить ликбез, то есть обязательно школа должна, я думаю, что, возможно, вот в это надо вкладываться, то есть плакаты какие-то закупать, да, уроки дополнительно проводить, пусть приходят там пожарные, пусть приходит МЧС там и так далее, то есть проводят эти уроки в случае, как действовать детям, в случае вот таких вот бедствий, да, я считаю, что вот в это надо вкладывать, ну, кто не согласен, в комментах отпишитесь, спасибо.